итак смотрите три вещи то есть молитва очищает сердце в глубине но еще есть кое-что что стоит выше молитвы и выше отношений со святым стоит тоже кое-что знаете что стоит выше этого выше этого стоит желание общаться друг с другом с теми кто идет духовным путем потому что если человек ни такого общения не имеет то он не добьется святости он не по не сможет быть рядом со святым он не может слушать духовную музыку и так далее почему потому что у человека в жизни выпадает удача попадать на такие лекции случайно определенный период жизни в полосу есть такая полоса удача у человека когда все клеится не развивается духовная жизнь сама собой когда полоса удачи проходит и он в этот период не завязал духовные отношения он не нашел себе других друзей и нашел наставником не нашел себе среду духовную это значит что потом ему это все станет неинтересно и он уйдет опять прежнюю жизнь зная что есть что-то лучше при этом понятно да поэтому среда в которой ты будешь общение строить самое главное и она поддерживается с помощью служения не то что эти люди как которые занимаются духовной практика должны тебя искать к тебе ходить ты-то сам должен туда ходить и сам должен их искать человек должен искать духовного общения иначе карму ему победить невозможно веды говорят в одиночку в этом мире камни карму победить невозможно невозможно поэтому я что сделал когда у меня появились силы на это что сделал своей жизни и окружил себя людьми которые ищут бога то есть мы начали работать вот те кто работают у меня сейчас 50 человек со мной работают вместе они все занимаются духовной практикой до одного и мы живем общаемся свободно от работы время мы общаемся с друг с другом ищем истину проводим духовные программы обучаемся постоянно получаем духовное образование пытаемся глубже отношения строить любить друг друга прощать просить прощения мы работаем вместе при этом есть зарплата все есть то же самое отношения с государством все то же самое но в другой среде человек должен искать в своем сердце такую среду чем ближе он к ней подходит тем больше счастья в жизни смотрите здесь есть несколько этапов сначала с этой средой он общается каким образом духовный наставник у него на фотографии он жил когда-то давно святой человек потому что увидеть святого человека в жизни это большая награда людям дается возможность где-то там видеть его вдалеке сергий радонический серафим росоровский святая матрону понятно да далеке он начинает ему молиться где духовные люди вдалеке он может слушать лекции наушниках он может молиться под звук голос святого человека и смотреть на него на фотографии это первый этап человеку дается капля капля нектара он должен за нее ухватиться должен считать это как милость молиться святому человеку на фотографии слушать духовную музыку слушать лекции каждый день что дальше происходит приближение дальше человек получает друзей таких же как он который делать то же самое потом дальше они идут в какую-то направлении находят веру в это вере сначала он встречает препятствие вера всегда имеет щит этот щит состоит из религиозных фанатиков когда ты приходишь допустим в храм там есть защита эта защита стоит из людей которые сами не знают что она защита они считают что они тут самые главные ты приходишь туда энте говорят платочек повязал повязал хорошо кланя покланялся деньги бросай бросил все козлы вокруг только наша вера хорошая все остальные плохие хорошо лишь бы отвязались надо всем прощать надо всех любить не обращать внимание на этот щит тот щит проверяет тебя на вшивости покланялся все сделал если кого-то оскорбляют при тебе не обращаешь внимание и дальше входишь в религиозную среду сначала тебя будут атаковать фанатики они будут тебе проповедовать мучить тебя вольте и сейчас мы тебе расскажем истину все на слушай люди на самом деле духовные они не трогают никого они очень скромные они общаются только с теми кто хочет стать на путь истины они мало доступны по факту почему потому что они не любят пустых бесед не знаю что с тобой пока нечем говорить ты просто ходишь на службы общаешься учишься дружить находишь настоящих людей фанатики остались уже позади вошел в религиозную среду хорошо другая проблема та среда где-то был не пускает она говорит ах ты скотина ты чё верующим стал послушал этого очкарика она начинает тебя испытывать друзья говорят ты чё так но кучу подружки говорят а ты чё так это прячешь то есть прячешь то лицо свое так откройся тебя прорезик было сейчас нет ты чё делаешь почему так живешь почему ты не сделал европейский ремонт почему ты них не сходила с нами на кино в кино мертвые не потеют классный фильм очень крутой там шварценегра показывали и так далее теряется меняется общение у человека более благостное общение наступает страстно невежество отступает везде испытания идут самое сильное испытание испытания родственников родственники сильно испытывают они понимаете никогда не пускают невежество не пускает угрозами типа уйдешь от нас получишь перо в живот очень серьезно серьезное испытание тому кто в бандитской среде чтоб вернуться к людям или алкоголики держат рядом с собой ты чё с нами не дружишь они такие друзья кажется такие друзья ты чё с нами не будешь выпивать сегодня вернись к нам тянут назад страстные люди испытывают тоже человека очень сильно когда у нас дать них у хочет уйти они испытывают его говорят уйдешь работы если будешь так себя вести почему ты не ходишь к нам на вечеринки ты не будешь развиваться как начальник ну то есть они испытывают с помощью угроз тоже если человек выбирает святость ему придется чем-то пожертвовать это факт но по факту благостная среда потом все возвращает назад сначала человеку приходится пожертвовать и чуть-чуть поменять свой статус жизни но потом все возвращается назад я знаю одного бизнесмена который так сделал и он собрал рядом с собой благостных людей он сделал благостный бизнес и он сейчас купается в счастье он тоже такой же бизнесмен у него другой бизнес вот его окружают удивительные люди признак победы над судьбой можно быть бизнесменом можно быть начальником можно быть кем угодно жить точно так же но среди чистых людей человек должен жить среди лебедей это не просто лебедь должен жить среди лебедей и не среди ворон понимаете гадкий утенок помнить то об этом говорится что есть много ворон вокруг они каркают и когда человек лебединые качества имеет он хочет благостно жить они смеются над ним благостные среди таким человеком не смеются когда человек утверждается благости знание приходит к нему начинает чувствовать вечность что он живет не один раз начинает чувствовать совесть благостные люди замечают свои недостатки а других недостатки замечать им стыдно становится видите так и как я замечаю ваши недостатки я еще не утвердился благости настоящем благостный человек он только свои недостатки за замечает я видел таких людей это удивительные люди мне очень далеко до них этих людей итак благость это благословение благостный человек следующей жизни попадает чистую атмосферу где испытывает глубокое счастье но не бросает самосовершенствие запомните самое главное предварительное действие важнее того что происходит в этом мире то что происходит в этом мире это уже наказание с этим что-либо трудно сделать понимаете предварительное действие спасает человека от беды поэтому надо всегда погружаться в молитву чтобы понять что будет человек чувствует что муж может уйти только во время молитвы что жена может уйти во время молитвы что ребенок может заболеть во время молитвы но молитва не дает это знание для того чтобы испугаться бояться и плакать это дает сознание для того чтобы очиститься для того чтобы победить эту карму потому что все есть карма. Если ты победил, ничего не будет дальше. Грубого действия не произойдёт. Понятно, да, о чём речь? А если произойдёт эта непреодолимая карма, то Бог тебе даст знание, зачем это нужно для тебя. И ты тоже будешь счастлив. Потому что, когда человек оставляет тело, это значит, что у него уже другая жизнь начертана ему. Почему он оставляет это тело? Потому что он не может свою судьбу поплощать в этом теле. Есть только одна причина, почему человек уходит из этого мира. Он уже не должен здесь жить. Его судьба здесь уже не воплощается. А ему нужно другое тело для этого. Человек не может умереть. Он живёт вечно. Я, когда кто-то уходит из мира, из этой жизни, я сразу концентрируюсь на этом человеке. Я могу быстро найти человека, когда концентрируюсь, понять его природу, его характер. Ну вот, назовите, кто ушёл, допустим. Ну, прекратите. Ну, как? Когда она ушла? А? А, вы все знаете. Я говорю, близкого человека какого-то. Светлана. Вот она меня поняла. Светлана, да? Да. Давно ушла она? Ну, она такая добрая была, скромная, мне кажется, да? Нет? Конкретная такая, всегда обстоятельная. Нет? Да. Ну, тоже невысокого роста, мне кажется. Да. Мне что-то, у неё... Я вижу проблемы с левой ногой и с мозгом. Отчего смерть наступила? Разбилась. Видите? Удар головой, да? Был. Внутреннее кровотечение. Она любила заботиться. Так? Хорошая женщина. Я её почувствовал. Потому что она не умерла. Она была в чистилище, то есть она там отработала карму, и сейчас она идёт наверх уже. Я не буду сейчас дальше это продолжать. Я не для этого это сделаю. Я вам привёл этот пример для того, чтобы вы поняли. На этом действии поняли, что когда мы думаем о человеке, мы немедленно контактируем с ним. Просто одни люди знают, как это делать правильно, а другие не знают. Но все могут, подумав, сконтактировать с человеком. Когда человек уходит, я мысленно могу его потрогать. И когда я его трогаю, тянет или вниз, или вверх. Это значит, что он идёт или на низшие планеты, или на высшие. Но один раз у меня в жизни был удивительный случай. Один святой человек, который необыкновенную жизнь жил, и хотите, я вам расскажу про его жизнь. Он молился шесть часов в день. Спал всего четыре часа, но спал он только с утра. Всю ночь он молился и поклонялся Богу. День совершал аскезы. Вечером, когда он себе аскезы совершал, он кушал один раз в день. Веды говорят, что аскеты так должны жить. Он по этим правилам жил. И он всю жизнь свою отдавал людям и Богу. У него не было времени для себя. Он жил в келье небольшой. И когда он оставил тело, то я немедленно пытался найти его тонкое тело. Я вот так взял, начал искать тонкое тело и пусто. И почувствовал нектар, что он растворился в нектаре. Это значит, что он отправился в духовный мир. В духовном мире нет тонкого тела, там есть только духовное тело. Когда человек отправляется в духовный мир, там нет страданий. Там есть только вечность, чистота и блаженство. Там человек живет так же, как мы. Он не растворяется там в небытии. Он имеет тело, духовное тело. Имеет отношение, духовное отношение. Живет на планете, на духовной планете. И он никогда не возвращается сюда, назад. Он сдал свой экзамен. Я почувствовал этот нектар. Мне хватило. Бог мне дал милость. Он показал, что так бывает. Видите, когда ты глубоко погружаешься в отношения на тонком плане, постепенно приходит духовный план в жизни. Но это по милости происходит. Ты сам не почувствуешь духовный план. Но если ты служишь Богу, истине служишь, эта милость придет когда-нибудь. Капельку хотя бы покажет. Мне показали капельку, мне хватило. Поэтому есть внешняя жизнь, есть внутренняя. Чем больше внутренней жизни, тем внешняя жизнь становится легче. Но сначала среда будет испытывать нас. Чтобы из одного качества в другое перейти, нужно сдавать экзамены. Поэтому судьба будет проверять вас. Не бойтесь ничего. Идите вперед. Вы ничего не потеряете. Но ничего не надо рубить. Никого. Семью не надо бросать, детей не надо бросать, не надо бросать друзей. Просто все само собой должно происходить. Кто отвалился, тот отвалился. Имею в виду друзей. Семьей близких нельзя бросать. И нельзя, чтобы они отвалились. Надо тянуть назад. Таков у нас долг. Близость означает на всю жизнь. Семья означает на всю жизнь. Если мы потеряли семью, ничего страшного. Не бойтесь этого тоже. Это значит, что мы не справились с кармой. Бог дает опять другой шанс, другой шанс. Если мы бросили кого-то, надо раскаиваться, пока в сердце не появится чистота и тепло. Я бросил, я совершил аборт. Допустим, надо молиться, пока не в сердце тепло не появится. Человек может получить прощение на любой поступок, даже на убийство. Разок ко мне на консультацию пришел один человек. Я по руке могу определить его карму. Каждый палец связан с судьбой. Все, я знаю это знание. И я посмотрел ему на руку и увидел, что карма спускается вот отсюда вниз, вот так вот. Вниз спускается. Вот здесь вот уже эта жизнь, вот эта ладошка. На пальцах находится судьба. На кончиках пальцев уже находятся события, которые сейчас происходят. Вернее, которые будут происходить в будущем. А на средних фалангах находятся события, которые сейчас происходят. А на первых фалангах, которые происходили в начале жизни. А вот здесь вот находятся события, которые человек совершал в этой прошлой жизни. Вот такие глобальные события в жизни. И вот здесь вот, вот здесь вот на пальцах, и вот здесь вот я увидел страшную звериную энергию. Я знаю, что это за энергия у него, такая сила звериная страшная. Я такой, знаете, ощупью так сказал ему, очень ненавязчиво сказал ему, этому человеку, бескомпромиссному, сильному, у которого был очень холодный взгляд, который пугал меня. Я ему сказал, вы знаете, мне кажется, в прошлой жизни вы кого-то убили. Этот человек посмотрел на меня и сказал, дорогой мой друг, я уже в этой жизни столько поубивал, что тебе и не снилось. Он говорит, я был наемным убийцей. И на самом деле я очень захотел другой жизни, помолился Богу, он спас меня, он дал мне знание, что так не надо жить. И поэтому я сейчас сидел на твоей лекции, слушал это все. Я говорю, ну представляете, это же будет за вами бежать. Он говорит, я знаю об этом. Но я знаю также, что молитва может спасти мою жизнь. Видите, он как решительным был, убивая других, он также решительным стал в том, чтобы очистить свою судьбу. Как вы думаете, этот человек сможет очистить себя или нет? Однозначно, это возможно. Никогда не бывает таких поступков, в которые нельзя было очиститься. Никогда не бывает таких событий, которые бы человек совершил безвозвратно. Мы все совершаем в этой жизни только для знания. Это не значит, что ничего не будет. Надо прилагать огромные усилия, чтобы победить карму убийства. Огромные усилия. Нужно по факту отречься от жизни. Понимаете, только отреченный от жизни человек, то есть монах, может победить карму убийства. Ты лишил другого жизни? Лиши себя жизни. Если хочешь прощения. Помните фильм «Остров», да? Человек лишил себя жизни, он стал монахом, и он получил прощение. Хоть он не убивал, да? Он просто как бы сделал попытку просто. Он даже за эту попытку так, судьба с ним поступила. И это благословение на самом деле, а не проклятие. Какие у вас вопросы? Четвертый путь недостижим для обычных людей недостижим. Это путь удивительный, которым идут парамахамцы. Слово «парамахамцы» переводится «лебеди подобные». Беды говорят, что лебедь отличается, имеет две функции. Первая функция – лебедь никогда не смешивается с водой, он никогда не мокнет. Когда лебедь плавает, у него перья всегда смочены маслом, и он никогда не мокнет. Он не мокрый. Хоть он соприкасается с водой, он никогда не мокрый. Вторая функция – когда, если, допустим, взять, налить молоко в воду, он может с помощью определенных движений журчащих отделить молоко от воды. Это образное сравнение. Лебедь всегда чист, живет в чистых местах. Лебеди всегда смотрят в одну сторону, они мало говорят, и они всегда очень верны. Почему таких людей, которые идут четвертым путем, сравнивают с лебедями, я сейчас вам объясню. «Может отделить молоко от воды», означает, всегда отделяет истину от воды. Вода – это просто жизнь обычная, суета. Человек, который идет этим путем лебединым, он не живет мирской жизнью, он не суетится, он думает только об истине. Это отреченный человек с рождения. Мы как-то были в путешествии по святым местам, и у меня мой знакомый один, у нас в ведической традиции такое, что когда человек хочет учиться, обет ученичества принимает, он одевает шафрановые одежды, и он не имеет права жениться в это время. То есть он… надо сначала выучиться, потом жениться. Одно с другим не смешивается. То есть когда человек женится, он уже не может учиться, его судьба уже нахлёстывает. Когда человек не женат, он учится побеждать судьбу. Когда человек женился, он живет в судьбе. Итак, этот человек был в шафрановых одеждах, и мы паломничествы по святому месту были. В одном святом месте мы увидели школьников, которые выходят из школы, и один мальчик подошел к нам, к этому молодому человеку, и сказал на английском языке ему, «В прошлой жизни я был такой же монах, как и ты. Но из-за того, что я соблазнился женщиной лёгкого поведения, я родился в этом теле. Когда я закончу школу, я уйду в монастырь. Я не вижу никакого смысла в этой жизни». Этому ребёнку было восемь лет. Когда мы услышали, у нас глаза стали квадратными. Я увидел лицо этого человека, маленький ребёнок. Глаза абсолютно устремлённые, взгляд благородный, чистый. Ни тени вожделения и корысти на лице. Очень глубокое, чистое лицо, очень красивое лицо. Очень честные слова. На его лице сияла истина. И мы подумали, это Бог благословил нас общением с таким человеком. Неважно, сколько лет человеку, важно то, что он делал в прошлой жизни. Один мудрец, который написал астрологию ведическую, его зовут Порошаров, это основоположник по астрологии, когда он был на руках у отца, то другой мудрец подошёл и поклонился этому отцу вместе с ребёнком. И этот отец, так как это была ведическая культура, древняя, когда ему поклонился святой человек, он был в шоке. Он говорит, зачем ты меня проклинаешь? Зачем ты кланяешься мне? Это означает, что я никогда не смогу отдать тебе тот долг, который ты сейчас мне даёшь. Он очень реально начал причитать. Тогда этот мудрец поднялся, посмотрел на него, успокойся, я кланяюсь не тебе, я кланяюсь твоему святому сыну, потому что не возраст определяет святость, а чистота, которая пришла к человеку за многие жизни. Понимаете? То есть он узнал мудреца великого в этом маленьком ребёнке и поклонился ему. Поэтому такие люди, белые лебеди, пармахамсы, подобные лебедям, они с детства проявляют признаки святости. Таким был Сергий Радонич. Он не сосал молоко в постные дни. Ну то есть это удивительные люди. Это удивительный путь и удивительные люди. Такие люди не смачиваются водой. Не смачиваются водой означает, что их невозможно оскорбить, невозможно вывести из себя. Их не касается грех таких людей. Они никогда не склонны делать глупости. Дальше такие люди молчаливы, потому что они говорят только истину. Они не хотят болтать попусту. Они говорят только о самом главном. С ними невозможно ввести простые беседы. Такие люди абсолютно верны. Они никогда никого не бросают, никогда не теряют. Один маленький мимолетный контакт с таким человеком приносит в сердце бесконечное счастье. Люди приходили просто посмотреть в лицо Серафиму Саровскому, потому что когда они смотрели в его лицо, вся жизнь открывалась перед их глазами. Они понимали, что хорошо, они сделали, что плохо. Сердце наполнялось великой радостью и не испытывали глубокое блаженство, одну секунду находясь рядом с этим человеком. Видеть такого человека означает, что ты уже встал на правильный путь, потому что просто так судьба не даст тебе возможности его увидеть, даже если ты столкнешься с ним лицом к лицу. Увидеть означает почувствовать, понять. Этот путь называется путь высшей любви. Вот по факту вот этот человек идет таким путем. Почитайте эту книжку, вы поймете, о чем я и говорю. У него именно такая жизнь. Он никогда не был женат, он всегда стремился к чистоте. Хотя по факту сначала он жил в Америке, и он попал в влияние культуры, вот этой вот хиппи там. Но он не курил наркотиков в этой культуре, особо не занимался развратом и так далее. Просто искал истину. Итак, этот путь, высший путь, означает, что человек посвящает себя любовному служению Богу. Понимаете, что это путь? Он любит Бога и любит святости. Он любит чистоту. И он живет ради высшей истины, такой человек. Когда человек идет таким путем, веды говорят, вся карма сжигает у него, сгорает за одну жизнь, как дрова в костре горят. Кем бы он ни был, даже если он будет великим преступником, если он встанет на этот путь чистой любви к Богу, и он забудет себя самого и все, что он в этом мире делал, все встанет к нему навстречу, все несчастья отвернутся от него, и милость, великая милость начнет омывать его сердце. Такие люди встречаются крайне редко. Такая жизнь — это подвиг. Не надо думать, что для нас это доступно и возможно. Это путь не для нас. Это, я рассказал, только три пути. Но так как вы спросили меня четвертым, я не хотел говорить. Вы спросили, я сказал. Кто спросил? Понимитель. Не бойтесь, я не съем. Не хотят говорить. Какие еще вопросы? Как вы относитесь к убийству на войне? К убийству на войне, как я отношусь? Это сложный вопрос для понимания. Пора заканчивать, да? Сколько осталось? Сколько? Понимаете, вот смотрите, убийство само по себе — это не грех. Кто спросил, где? Это не грех убийства. Вот смотрите, допустим, ты находишься на войне, да? Воюешь против захватчика. Люди хотят... Вы не все понимаете, слушайте. Душу убить невозможно. Если человек находится на войне и он защищает родину, то когда он убивает противника, он очищается от грехов. Но он должен убивать без злобы при этом. Не надо злиться. Если человек сам, агрессор, нападает, он совершает грех и за это будет отвечать. Это уже убийство. Если человек защищает невинного, когда его убивают, и нечаянно поражает противника, того, кто убийца, или насильника, нечаянно что-то с ним делать в сражении, в схватке, пытается что-то с ним сделать, остановить его, и нечаянно его убивает, это не грех. Его, правда, могут посадить по нашим законам, но это не грех. Вот когда человек сам насильником является, это великий грех. То есть поступок оценивается, а не результат поступка, понимаете? Твои мотивы, что ты хотел сделать, оценивается. Что касается Бога, то это компрометирующий вопрос совершенно, как выглядит Бог. Нам недоступно это знать. В ведах описано, что есть разные воплощения Бога, и они выглядят все по-разному. Я не буду вам это описывать, потому что у нас в сердце глубоко сидит отчужденность от Бога, раз, у некоторых даже зависть и озлобленность по отношению к Нему. Мы даже сами об этом не знаем. Поэтому веды говорят, на публичных лекциях описание качеств Бога является запрещенной темой, потому что она у людей вызывает у многих испуг, отчужденность, зависть, злобу или еще какие-то нежелательные эффекты. Почему? Почему? Вы должны углублиться в какую-то веру, и в этой вере вам дадут знание об этом. Мы не видим, но святые люди могут увидеть. Бог — это энергетический сгусток. Вы считаете? Ну а Бог — это точно не энергетический сгусток. Очень легко понять, что Он не энергетический сгусток. Смотрите, есть простая логика. Если мы не энергетический сгусток, а Бог лучше нас, почему Он энергетический сгусток? Что, Он недоразвитый, что ли? Теперь вторая логика. Смотрите, некоторые говорят, Бог — это просто... Что такое бесформенное? У Него нет личности. Хорошо, если у нас есть личность, а у Бога нет личности, что, Он хуже нас? Вы должны... У нас не религиозная лекция, у нас нравственная лекция, поэтому вы не задавайте мне такие вопросы. Вы просто, когда веру обретете какую-то, вам там раскроется знание, как он выглядит. Нигде этих знаний нет, вы ошибаетесь. У меня есть эти знания, но сейчас не время об этом говорить. Да? Я сейчас мне задали вопрос, почему не время говорить. Объясняю, что религиозное чувство — это самое глубокое чувство, иронимое. Когда я начинаю какой-то традиции описывать качество и облик Бога, то люди в другой традиции могут войти в шок. Понимаете? Поэтому эти... Понимаете, есть разные слои знания. Когда я рассказываю про математику, мне не надо говорить о нравственности. Когда я рассказываю о нравственности, надо входить в сферу глубокой религиозности. Понимаете? Я рассказываю в общих чертах о том, как надо жить. Глубокая религиозность — эта тема там осуществляется, где человек уже находится в религиозной среде. Он уже выбрал свою веру, там ему будут дальше описывать, что дальше. Пока она не выбрана, общее знание дается. Да? Ваш вопрос? Я забыл уже попросить. Да, если душа уходит на высшие планеты, она станет самым делом-хранителем. Если душа уходит вниз, она тянет вниз всех за собой и тянет нашу карму, просит по помощи. Жизнь делает нам тяжелее. Душа, которая на средних планетах остается, вызывает чувство разлуки, как будто рядом. Сжигает тело. Сейчас объясню. Вот смотрите, пока тело не сгнило, то есть пока тело не начало разлагаться, тонкому телу вместе с душой приходится находиться рядом. Так как ведические ученые знали об этом, поэтому они сжигают грубое тело, чтобы быстрее, меньше, чтобы мучился. Душа, чтобы вместе с телом меньше мучилась рядом с телом, которое уже бесполезно. Кремация происходит для того, чтобы быстрее пошел по своим делам. Дальше. Есть разные, понимаете, и кремация не обязательно стопроцентная необходимость. Есть разные культуры и необходимости, даже в ведической культуре. Кремация — это не единственный способ отношения с телом. Сейчас объясню второй способ. Когда человек жил великой жизнью, и когда он является нужным для всех, этот человек по собственному желанию соглашается, хорошо, пускай мое тело служит вам еще много сотен лет. И тогда этого человека бальзамируют и делают из него самадхи, то есть это такое специальное захоронение, в котором находится тело святого. И когда человек находится рядом с таким захоронением, он получает личное общение через этот план, то есть он, соприкасаясь с его телом, соприкасаясь с его Личностью потом. Такие захоронения предназначены для очищения людей. Такие тоже бывают захоронения. А вот как он уйдет, вы почувствуете счастье в жизни? Вот ко мне один мужчина после вчерашней лекции подошел, говорит, у меня куда мама ушла? Я говорю, мама ушла на высшие планеты. Он говорит, что-то я счастье чувствую, когда о ней думаю. Чувствую радость в сердце, когда о ней думаю. Вы правы, вы правы. Я тоже так чувствую. Она очень решительным человеком была и одновременно очень добрым. У нее были очень строгие правила в жизни, она никогда от них не отступала. Так или нет? Я вижу вашу маму. Я вижу вашу маму, она благословляет сейчас нас и чувствует благословение. Это возможно. Это возможно. Конечно. Спасибо вам, что вы пришли на эту лекцию. Да? Да. Русские веды, нормально отношусь? Нормально. Я ко всем духовным знаниям нормально отношусь. Я только ненормально отношусь, когда говорят, что одного Бога нет, есть много богов всяких. И не каждый своими делами занимается. Вот этому я нормально не могу отнестись уже. Потому что в ведическом знании есть знания о разных воплощениях Бога, но никогда такого нет, что Бога одного нет, а есть много всяких. Именно из-за того, что у нас в нашей культуре, в западной, в русской, вот эта вот такая вот ересь пошла, поэтому Иисус Христос и пришел, чтобы утвердить истинное знание. Что богов немного, есть только один бог. И он может давать много проявлений разных. Понимаете? А так я хорошо отношусь к русским ведам. Главное, чтобы не было вот этих вот глупостей. А в таком вопросе можно ли говорить, что молитва святому человеку, почему же они говорят, что молитва соответственно Богу? Да, нормально, нормально. Можно Богу или матери Бога молиться. Можно. Это правильно тоже. Можно святому имени Бога молиться. Можно молиться священным писанием. В Коране молятся священные книги. Это очень эффективная молитва. Я сам видел, как это работает. В Коране, в мусульманстве, молятся святому имени, пишут имя Бога и молятся ему. В других традициях во всех по-разному. В православии молятся Иисусу Христу как Богу одновременно, как Учителю. Тоже очень эффективно. Но также молятся святым людям. Есть изображения святых людей. Тоже молятся. Есть разные способы. Веды описывают много путей разных молитв. Они все эффективны. Это хорошо все это делать. Я говорю только о том, что мне ближе. Я знаю этот путь. Я его прочувствовал. Поэтому так говорю. Веды говорят, что человек должен говорить только то, что он прочувствовал. Иначе бесполезно. Это пустая болтовня. Спасибо за вопрос. Он правильный. Дальше. Следующий вопрос. Есть разные виды камней. Есть коконы камней такие. Знаете, если аметистовую друзу срезать, мы увидим там концентрические круги. Увидим вот такую поверхность. И даже можно увидеть, как они маленькие в этой друзе. Маленькие такие аметистики, которые тоже в шариках своих. А внутри мы видим такую очень чистую среду. Это жизнь. Потому что есть защита, есть размножение, есть чистота, есть ощущение от этого камня. И он лечит. То есть камни могут давать. Это примитивная форма жизни. Но вот просто каменная порода, она сама по себе, в ней нет жизни. Но есть тонкая психическая энергия Земли, которая защищает нас. С этой точки зрения это живое. Дальше. Какие вопросы? Да? Вот я читаю лекцию вроде бы с чистым сердцем. Потом я начинаю молиться, и я сразу обнаруживаю, что на самом деле ничего чистого нет. Я во время лекции гордился, оскорблял слушателей. И там много делал глупостей всяких. Шутил над ними, смеялся, издевался. Вот я каждый день рассказываюсь, потом начинаю читать лекции, опять то же самое. Я не знаю, что с этим делать. Вот. Это означает путь. Мне наставник мой сказал, не парься, выполняй свой долг. Постепенно очистишься, будешь читать так, чтобы все были счастливы. Сейчас пока у тебя много глупостей на твоем пути, но постепенно ты будешь читать правильно. Надо идти своей дорогой, не останавливаться. Даже если ты не совершенно выполняешь свои обязанности, это хорошо. Лучше идти своим путем несовершенно, чем чужим совершенно. Потому что идя чужим путем, человек деградирует. Пора заканчивать. Все. Просто поймите, что Станислав является олицетворением времени здесь. Если он подошел, значит все. Я не могу дальше продолжать. Зал ведь не вечно арендуется. Все сели прямо. Давайте будем желать всем счастья. Кто-то сейчас настраивается на Священное Писание, кто-то непосредственно на Бога, кто-то на Святое Имя, кто-то на Святого Человека. Надо настраиваться, настроиться на святость. Просить. Я хочу служить. Я хочу жить для тебя. Пожалуйста, дай мне возможность очиститься от своего понимания вещей. Я хочу чистого знания. Я хочу жить для других. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. То есть я желаю всем счастья по факту означает не от своего имени, а от имени вот этой святости, о которой мы думаем. И мы думаем только о святости. Мы не думаем о тех, кому мы желаем счастья. Почему? Потому что если мы начинаем думать о святости, то счастье найдёт свой источник. Понимаете? Потом, когда мы уже соединены со святостью, когда мы действительно повторяем «я желаю всем счастья качественно», то есть мы действительно настроены на чистоту святого человека или священной книги святого имени, или непосредственно Бога, то в этом случае, несомненно, Господь укажет нам, на кого надо направить свои усилия. Отдавать — это основа жизни. Человек не может жить, не отдавая. Для себя делать ничего не надо. Кому-то направить обязательно. Никогда ничего не делайте для себя. Бог заботится о нас, а мы заботимся о служении Ему. Иначе жить не будет течь в правильном русле. У меня только одна просьба. Пожалуйста, не повторяйте. Я желаю всем счастья так, чтобы все вас слышали. Имеется в виду, только я так могу повторять, потому что, понимаете сами, не хватает смирения. А так, чтобы не выделяться, лучше всего погрузиться в себя, внутрь себя. И как бы, ну, это важно, потому что иначе Бог не поймет, чем ты так кричишь. С первого взгляда кажется, что хочешь показать какой-то благородный. Я желаю всем счастья. 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 Я шиваю 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 всем счастья. Я желаю 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 всем счастья. Спасибо вам большое. Простите меня, пожалуйста, за все мои ошибки во время проведения этой беседы, за все оскорбления и неточности. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на эту лекцию. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей жизни. Спасибо вам большое. Храни вас Господь. Всего вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.